Почему он не поворачивает? Что вы там копаетесь? Слишком высокая скорость, сэр! Сейчас встанемся! Гибель Титаника предсказали за 14 лет до крушения. Гибель Титаника, свадьба Марии Витории Дальпоццо, рыбный день Карла Юнга и другие удивительные истории, читая которые поневоле задумываешься. Случайности – это мистика или закономерность? Один из самых главных вопросов волнующих ученых – вопрос предопределения. Проще говоря, та цепь событий, которые происходят с нами. Это случайность или так было задумано некой высшей силой? Самонштейн ломал голову над вопросом – неужели Бог играет в кости? Точку в споре фаталистов и антифаталистов в начале 20 века попытался поставить физик Вернер Гайзенберг, сформулированный им принцип неопределенности утверждал, что мир непредсказуем. Стало быть, никакой предопределенности в нем нет и быть не может. Большинство физиков уверены – все совпадения – всего лишь слепая случайность. Но порой эта случайность бывает столь удивительной, что поневоле закрадываются сомнения. А не рука ли провидений ведет нас? Истории, которые вы сейчас услышите, как раз из их числа. Титан и айсберг В 1898 году писатель Морган Робертсон в романе «Тщетность» описал гибель гигантского корабля «Титан» после столкновения с айсбергом в первом своем рейсе. В 1912, спустя 14 лет, Великобритания спустила на воду теплоход «Титаник» и в багаже одного пассажира, конечно же, совершенно случайно, оказалась книга «Тщетность» о гибели «Титана». Все написанное в книге воплотилось в жизнь, совпали многие детали катастрофы. Вокруг обоих судов еще до выхода в море была поднята невообразимая шумиха в прессе из-за их огромных размеров. Оба считающихся непотопляемыми судна налетели на ледяную гору в апреле, имея на борту в качестве пассажиров множество знаменитостей. И в обоих случаях авария очень быстро переросла в катастрофу из-за нераспорядительности капитана и нехватки спасательных средств. В 1939, спустя 27 лет, в том же районе Атлантики, где затонул «Титаник», ночью плыл другой корабль «Титаниан». Внезапно внутреннее чутье подсказало что-то рулевому, и он отдал команду «Стоп-машина». Когда судно остановилось, из темноты внезапно вынырнул огромный айсберг и нанес по корпусу сильный, но, к счастью, несмертельный удар. Месть брата В 1883 году некий проходимец Генри Зигленд из американского штата Техас бросил свою возлюбленную, которая от тоски наложила на себя руки. Ее брат решил отомстить обидчику. Но выпущенная им пуля лишь чиркнула Зигленда по лицу и застряла в стволе дерева. Зигленд рухнул на землю, а брат, решив, что с мщением покончено, застрелился на месте. В 1913 году, спустя 30 лет, все еще живой Зигленд решил спилить то самое дерево, в котором застряла пуля. Ствол не поддавался, и Зигленд решил подорвать его динамитом. При взрыве вылетевшая из ствола пуля угодила мужчине прямо в голову. Месть наконец-то свершилась. Мрачная свадьба принцессы 30 мая 1867 года в Турине, день бракосочетания Марии Витолии Дальпоццо, принцессы Делла Чистерна и Амедео, герцога Даосты, сына короля Италии, был омрачен следующим перечнем происшествий. Первое. Ведающая гардеробом принцессы придворная дама повесилась. Второе. Привратник дворца перерезал себе горло. Третье. Возглавлявший свадебную процессию церемониймейстер получил солнечный удар. Четвертое. Начальник станции был раздавлен колесами свадебного поезда. Пятое. Советник короля упал с лошади и разбился насмерть. Шестое. Свидетель жениха застрелился. К сказанному надо добавить, что пара молодоженов жила не очень счастливо. Собственно, никто этому и не удивился. Рыбный день Карла Юнга. Эта история произошла с известным психиатром Карлом Юнгом в течение одного дня. Началось с того, что на обед ему подали рыбу. Сидя за столом, он увидел проезжавший мимо рыбный фургон. Затем его друг и сотропезник за обедом вдруг завел разговор об обычае делать апрельскую рыбу. Так именуются первоапрельские розыгрыши. Вскоре к Юнгу пришел бывший пациент и принес в знак благодарности картину, где была изображена большая рыба. Позже появилась дама, попросившая врача расшифровать ее сон, в котором фигурировали она сама в виде русалки и плывшая за ней стайка рыб. А когда потрясенный Юнг ушел погулять на берег Изерца, чтобы спокойно обдумать всю цепочку этих странных событий, то подскользнулся на выброшенный на берег рыбешки. Ирина Роднина и то самое кафе В 1997 году известная советская фигуристка Ирина Роднина приехала вместе со знакомым в Лос-Анджелес и, проходя мимо кафе, стала вспоминать. Вот здесь когда-то мы с моим первым спортивным партнером Улановым впервые зашли в кафе на свои деньги. Вот за тем столиком. Каково же было ее удивление, когда за этим столиком она увидела самого Уланова. Как выяснилось, он тоже привел сюда знакомую, показать место, где он впервые сидел в кафе с самой Родниной. Совпадения математически предсказуемы. Мы изумляемся диковинным совпадением, хотя они математически предсказуемы. Напоминает Джозеф Мазур, почетный профессор математики Мальборо Колледжа, автор книги «Игра случая. Математика и мифология совпадений». Закон действительно больших чисел вкратце гласит, если существует сколь угодно малая вероятность наступления некоторого события, то рано или поздно оно произойдет. Я использовал выражение «рано или поздно», но совпадения происходят намного чаще, чем мы думаем. Наш мир больше, чем мы воображаем. 7 миллиардов человек ежесекундно принимают решения, приводящие к невообразимо громадному числу независимых результатов. Маловероятные события происходят просто потому, что существует так много вариантов и так много нас, чтобы эти варианты узнать. Причины большинства наиболее удивительных совпадений могут лежать слишком глубоко, для того, чтобы мы когда-либо смогли их выявить. Проще поверить в их неожиданность, чем в то, что необычайное просто случается. Нам самим так спокойнее. Дробовик, мойщик окон и неблагодарный сын. Произошлось ее весной 1994 года. Молодой американец Рональд Опус решил покончить с собой. Написав в предсмертной записке, что он пошел на этот шаг из-за финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей, Рональд залез на подоконник и бросился вниз с девятого этажа. Вряд ли он сделал бы это, если бы знал, что работавшие в тот день в доме мойщики окон натянули на уровне седьмого этажа страховочную сетку. Так что, пролетев два этажа, Опус просто рухнул бы на нее вполне живой. Но тут вмешался случай. Когда Рональд пролетал мимо окон восьмого этажа, в его голову из комнаты попала шальная пуля, выпущенная жильцом квартиры. Пока полиция доставала труп из сетки, детективы решили, что стрелявшему вздорному старику нужно предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Дальнейшее разбирательство обнаружило новые факты. Оказалось, что старик стрелял в свою жену, но не попал и заряд угодил в окно. Значит, решили детективы, нужно скорректировать обвинение. К непредумышленному убийству добавить покушение на убийство жены. Тем временем старичок заявил, что не собирался никого убивать. Просто в момент ссор с женой он всегда хватал со стены незаряженное ружье и пугал супругу щелканьем курка. Это было уже как бы семейным ритуалом. По утверждению обоих супругов, дробовик всегда висел на стене незаряженным. Значит, в соответствии с американскими законами, обвинение в непреднамеренном убийстве теперь лежало на том, кто тайно зарядил дробовик. Выяснив, что свободно войти в комнату супругов мог только их сын, Детективы связались с его другом и выяснили много интересного. Оказывается, отпрыск давно задумал отомстить родителям за то, что они отказали ему в материальной помощи. Зная, что отец часто угрожает матери висящим на стене оружием, сын тайно зарядил его, надеясь, что при первом скандале тот застрелит мать, а сам попадет за решетку. Но последние несколько недель супруги жили на удивление мирно. Так где он, этот молодой подонок? Как где? Удивился старик. Сын живет этажом выше. Да, этим сыном оказался сам Рональд Опус. Это он зарядил дробовик. А когда месть не удалась, в отчаянии выбросился из окна. Хотя вся эта история и похожа на выдумку, но она является фактом зафиксированным Американской Ассоциацией Судебных Наук. Тьомная история. Реально субтитры создавал DimaTorzok Реально субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...